30 команд и почти 200 участников. Завершился прием заявок на городскую военно-патриотическую игру, которая пройдет 28 февраля в Парке Победы. Конкуренция высокая, а потому и подготовка на уровне. Участники посещали различные мастер-классы и обучающие занятия. На одном из них побывал и Егор Канавин. Если ты отсюда собрал самотанец, тогда первые два тура накладываются сюда. Затем нужно полностью закрепить шину бинтами, пока нога не будет, как говорят врачи, иммобилизирована. То есть обездвижена от колена до голени. А вот в случае, если сломана рука, важно не забыть повязку, фиксирующую конечность в одном положении. Все эти медицинские нюансы участникам городской военно-патриотической игры рассказывают на мастер-классе в Центре гражданской защиты населения. Хоть травмы и не настоящие, все должно быть выполнено по правилам. По ощущениям, мне кажется, если бы был перелом, вот так и надо. То есть при переломе вряд ли нужно, чтобы было мягко, надо было, чтобы все зафиксировало. Мне кажется, так. Это должен уметь каждый. И человек чувствует себя по-другому, когда он кому-то помог. Такая возможность у участников появится, ведь оказание первой помощи – это один из этапов военно-патриотической игры. Он называется «санитарный пояс». Командам предстоит в полевых условиях помочь условному раненому и доставить его до места назначения. В ходе подготовки к игре конкурсанты посещали и другие мастер-классы. Учились преодолевать воздушные преграды, понимать флажную азбуку и разбираться в видах военной формы. Наша команда сейчас активно тренируется. Для каждого распределена своя роль. Сейчас собираем дополнительную информацию для победы. А добиться победы будет непросто. За звание лучшего на военно-патриотической игре будут бороться 30 команд. Это около 200 человек – представителей студенчества и рабочей молодежи. Испытанием для них станут 10 этапов, где нужно показать самые различные навыки. От пулевой стрельбы и преодоления задымленной местности до езды на военных лыжах и знания истории Великой Отечественной войны. Масштабный военный праздник, который развернется 28 февраля в Парке Победы, захватит не только участников, но и зрителей, для которых готовится множество сюрпризов. Парк Победы, а это практически 5 гектар, превратится в настоящий военный полевой лагерь. Мы приглашаем всех вологжан окунуться в эту атмосферу в преддверии 70-летия Победы. Их будет ожидать настоящая интерактивная военная площадка с играми военных лет от организации «Исток», а Вологодский ОМОН представит выставку военной техники. Торжественное открытие военно-патриотической игры намечено на 11 часов утра. Организаторы приглашают присоединиться всех желающих, поддержать участников и прикоснуться к атмосфере военных лет. Игор Канавин, Михаил Протасов, Вологда Портал.